Друзья, всем привет! И у нас сегодня будет с вами уникальный обзор. Почему? Вот это Hea Pro Seat GT с мотором 1.6 Turbo на 200 лошадиных сил. Это самая топовая версия. Пошел, давай! Вот ты едешь, а я знаешь что? Я себе представляю, как будто я на Audi Allroad пробую. Давай! Обычно обзоры на эти машины люди снимали, взяв автомобиль у представительства, либо у дилера. Но нам сегодня повезло, у нас есть автомобиль от первого владельца. И самое главное, человек согласился нам ответить на вопросы, почему он выбрал этот автомобиль, что ему в нем нравится, что ему в нем не нравится. В общем, мы пообщаемся с владельцем, и он сделает отзыв на этот автомобиль. Друзья, когда вы высказываете ваше мнение, высказывайте ваше мнение в отношении машины. Ни в коем случае, пожалуйста, не касайтесь людей, которые к нам приходят. Мы снимаем разных людей, почему-то вы на них, бывает, накидываетесь. Хотя речь идет в первую очередь об автомобиле. Машину он купил на свои деньги, а не на нашу с вами. В общем, сейчас короткая рекламная пауза, и мы с вами познакомимся с этим автомобилем. Вот мы с вами снимаем видеоролики и очень часто говорим об экономии. Вот у каждого из нас есть смартфон. Мы можем зайти в интернет, посмотреть, где что дешевле купить. У нас у каждого есть ноутбук, есть стационарный компьютер дома. И у каждого из нас есть возможность, ребята, зайти на Е-каталог и совершить покупку с удовольствием и с экономией. Куча разделов, которые представлены. Мы выбираем с вами авто. Можно было бы посмотреть шины и диски, потому что впереди уже зима, и это действительно будет актуально. Но мы посмотрим с вами, допустим, видеорегистраторы. Очень часто люди покупают машины и думают, так, как же себя обезопасить, что купить. Вот здесь огромный выбор. С правой стороны от вас идет фильтр, по которому вы можете сделать настройки. Ну, допустим, я выставляю 10 тысяч рублей, чтобы не выше вылетало. Можно выбрать определенные компании. Я оставлю все, чтобы посмотреть, что представлено. Единственное, что я поставлю, чтобы обязательно было Full HD 1080. Угол обзора я поставлю 160 градусов. Таким образом, все будет попадать, все, что происходит на дороге. Ну, а дальше оставим, как есть. Здесь же вы можете выбрать настройки под себя. Нажимаем подобрать. Вылетает аж 183 модели. И здесь можно сказать, блин, вот и как из этого все выбрать. Я вам показываю живой пример. Допустим, возьмем первую модель Xiaomi. Нажимаем сравнить. И возьмем модель, я уже полистал. Вот здесь есть AdvoCam. И давайте вот ее сравним. И посмотрим, что они из себя представляют. Вот здесь вы сразу можете пробежаться, посмотреть основные отличия по моделям. Выбрать то, что подходит больше всего вам. Это действительно полезная вещь. Далее. Например, мы заходим с вами на товар. И здесь у нас есть возможность почитать отзывы. Аж 55 человек написало. Здесь же сразу идет подборка различных видеообзоров, тестов. То есть вы можете посмотреть, как он работает в деле. Идет полное описание товара. И самое главное, мы можем сразу посмотреть подборку, где его купить и по каким ценам. Вы всю получаете информацию лишь в Е-каталоге. Вам не нужно нигде лазить. Вот вы зашли, собрали всю информацию, определились с покупкой и совершили ее с удовольствием. Поэтому ссылочку на Е-каталог я оставляю в описании. С помощью него вы можете сэкономить ваши деньги. Уж точно понять, какой продукт вам нужен. Почитать отзывы, принять для себя решение. Полезная вещь. Е-каталог ждет тебя в описании. В нашем случае версия условно заряженная. Спортивная версия. Давайте начнем с самого главного. Сколько эта машина стоит сегодня? Если вы зайдете на официальный сайт, то ценник вас встретит 2 миллиона 85 тысяч рублей. Точную цифру я вам вывожу на экран. Владелец покупал этот автомобиль до пандемии. Изначально хотел купить. Ему предлагали его за миллион 700 тысяч рублей. В итоге он его купил после пандемии в мае за 1 миллион 850 тысяч рублей. За наличный расчет. То есть скидку на автомобиль человеку сделали. Что мы получаем за эти деньги? Самое главное в первую очередь кузов универсал, который отличается от штатной версии. Чем он отличается? Сам по себе кузов условно занижен. То есть сзади, когда вы садите, здесь место гораздо меньше. Это более спортивная версия 1. Далее подвеска у нас здесь сделана тоже более спортивная. Гораздо жестче подвеска 2. По внешнему виду. Ну естественно идут различного рода вставочки, которые отличают автомобиль. Сами по себе тормозные диски здесь обычные. То есть не какие-то там керамические и так далее. Далее у нас идет выхлопная система тоже спортивная. Если мы включаем режим спорт, он действительно будет похрюкивать. Когда ты едешь за рулем, когда ты постоянно прогазовываешься, выхлоп ты ощущаешь. Но вот когда ты остановился где-то... Мурат, дай пожалуйста газку. Давай, 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 еще. Понимаете, да, есть такие прострелы, чувствуется то, что машинка хочет. Но все равно ей как бы не хватать. Понимаешь, такой корейский выхлоп, согласись. Опять же, когда он сейчас прогазовывает, я прямо отчетливо слышу, как там надрывается мотор. То есть вот как бы если бы это была какая-то там, ну допустим, BMW, да, ну там или Audi, или Mercedes уж тем более. Вот там выхлоп так выхлоп, но опять же, миллион восемьсот пятьдесят. Это машина и те машины, которые стоят по пять-шесть миллионов, где действительно мощная выхлопная система. Какой пять-шесть? А там даже больше, там под десятку они некоторые стоят. Раздвоенная выхлопная система, она настоящая. На простых версиях она идет как бы заглушка, ну фальш, выхлоп. Ну и понятное дело, у нас тут различные вставочки черные, которые подчеркивают внешний вид этого автомобиля. Когда ты стоишь рядом с ним, ну чаще всего у людей по кузову он напоминает Panamero. Это стандартная история, мы ее даже касаться не будем, для галочки об этом сказали, все. Но в целом машина однозначно имиджевая. Кто их покупает, зачем их покупают, чуть позже мы пообщаемся с владельцем. Да, друзья, машина стоит уже свыше двух миллионов, а все так же приходится придерживать капот палочкой, а не газоупорами. Значит 1.6 мотор на 200 лошадиных сил, естественно с турбиной, работает он в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач сухой. Выдает он 265 крутящего момента. Самый главный минус этого автомобиля, ну смотрите, передний привод раз. Разгон у него заявлено 7,5 секунд. Я смотрел несколько тестов, где замеряли разгон. Стабильно машина едет 8 секунд, 7,5 она может поехать, надо постараться, но может поехать. И опять же, когда у вас передний привод, это начинаются эти стандартные танцы с бубнами. У тебя типа тачка там заряженная, но погодные условия должны быть идеальные, резина должна быть прогрета, чуть где-то мокро, сразу будет плохой зацеп. Зимой скользко ты не зацепился, в общем, будь какой-то головняк. Все, что нужно было бы этой тачке, ну давайте вот вместе просто поразмышляем. Вот представьте, я бы вам говорю, здесь двухлитровый мотор турбовый на 200 сил. И внегласно все знают, как это, например, бывает с BMW, что накинь ты прошивочку и плюс сразу 30-40 лошадиных сил. И тогда машина поедет до первой соти за 6 секунд, к примеру, и машина была бы с полным приводом. Вот компания взяла бы и сказала бы полный привод, постоянный. Да еще и, например, автомат. Или же если DSG, то, например, с мокрым сцеплением. Все, совсем другая история, чтобы это стоило также со скидкой миллион 800. Вот тогда был бы разговор, согласитесь, универсальчик, это уже было бы интересно. А так добавить здесь больше нечего, мотор относительно новый, соответственно, каких-то косяков там. Тем более, опять же, он не так повально ставится, чтобы можно было сказать, а вот уже проехали по 200-300 тысяч км люди. То есть пока что по нему тишина, люди ездят, наслаждаются. А мы идем с вами дальше. Глядя на морду автомобиля, ну все тот же самый Kia. Согласитесь, друзья, все вот эти вставочки, да, они какого-то шарма придают, но в любом случае это просто Kia. Оптика у нас идет, светодиодная полностью, у нас нет никаких противотуманок. В целом автомобиль постарались сделать более выразительным, но все равно вот мы стоим даже с владельцем, общаемся. Ну вот чего-то ему не хватает, то есть какая-то вот решеточка обычная, хочется вот как-то вот его переделать, да, чтобы он прям был выразительный. Опять же, Kia, ну Kia, понимаете, это уже стереотип. Вот что у тебя Kia, заряженная Kia, ну вот как-то вот звучит вот маленько не то, потому что все равно у нас в стране, вот я даже по миру в целом, какие-то стереотипы присутствуют. Клиренс у автомобиля 150 миллиметров. Колеса у нас идут 18-й подвес, как я сказал, независимо и спереди и сзади. Владелец говорит то, что блин, ну вот на зиму я скорее всего машину запарку, у него есть вторая машина, об этом он тоже расскажет. Ну вот 150 миллиметров для многих наверняка будет маловато, я же считаю, что 150 для города вполне достаточно. И вот если смотреть на автомобиль по кругу, согласитесь, есть чему зацепиться взглядом. Опять же, когда ты стоишь рядом с ним, вот так посмотреть, спереди, сзади есть элементы. Присаживаемся за руль. Что нас здесь отличительного встречает? Ну в первую очередь сам по себе руль. Он действительно приятный, он спортивного плана сделан. Сидения у нас идут, ну спортивные, со вставками алькантара и кожа. Вот какой минус этого автомобиля? Вот сейчас жарища, на алькантаре очень жарко сидеть. Вентиляция в автомобиле нет. Задавая вопросы владельцу, например, вот казалось бы, у него топовая версия. Вентиляция есть? Нет. Круговой обзор? Есть? Нет. Проекция на лобовое стекло? Есть? Нет. Вот так вот, если составить список вопросов, можно задать 10 вопросов. Есть? Нет? Есть? Нет? Опять же, мультимедиа уже староватая, потому что в обновленных версиях он уже выходит здоровый. Дисплейчик совсем другой. Приборная панель тоже будет совсем другая. То есть, казалось бы, 19-го года машина, а уже все, все уже, уже вышло обновление. С незначительными изменениями, но тем не менее совсем другое. Вот то, что кузов скошен, это ощущается, когда вы садитесь назад. Вот я сейчас сижу спереди, сиденье настроил под себя, опять же, двери все очень легкие. То есть, в этом плане, знаешь, как-то про версии, ожидаешь чего-то более крутого, но здесь прямо вот чисто стандартно корейщина. Присаживаешься назад, вот если ты сидишь слева, еще, ну, более-менее нормально. Сесть посередине, все, как бы третий человек, вот сюда он уже не сядет, потому что, ну, как, вот я буду сидеть вот так вот, просто согнувшись. То есть, ну, грубо говоря, машина на четверых. У нас идет камера заднего вида, а здесь у нас нет запасного колеса, потому что у нас здесь идет ремкомплект. Здесь есть такие небольшие органайзеры, куда вы можете что-то сложить. Ну, чего-то такого, как бы, чем вас удивить, нету. Просто, скажем так, ниши, куда можно сложить дополнительный ваш хлам, либо полезные вещи. А теперь пришло время нам познакомиться с владельцем и задать ему ряд вопросов. Мурат, привет. Привет, Дима. Мурату 21 год, студент первого курса университета. Можно на него накинуться, друзья. Мурат, сразу первый вопрос. Машина стоит миллион восемьсот пятьдесят. В мае ты ее покупал за наличный расчет. Откуда деньги? Ну, я, получается, работаю сам, работаю у отца и накопил эти деньги. То есть, папа тебе деньги не давал? Нет, не давал, абсолютно все сам. Друзья, вмешиваться не будем, человек заработал сам. Мурат, скажи, пожалуйста, миллион восемьсот пятьдесят – это хорошие деньги. За эти деньги можно было бы, в принципе, купить. Но давайте вместе, отталкиваясь на ваши же комментарии. Шкоду, Октавию 1.8 в фуле. Мазду 6, не турбо, Мазду 6 – 2.5, если маленечко добавить денег. Тойоту Камри, Киа Оптима, просто взять универсал Киа Сид. Много чего можно было бы выбрать. Какой-то паркетничек можно было бы подобрать. Ты же берешь машину, которая в целом на нашем рынке спросом не пользуется. Почему? Во-первых, я хотел какую-нибудь уникальную машину, которая не будет в такси, не будет ее в большом количестве на улицах города. И поэтому, когда я увидел ее, я просто влюбился. И выбор был очевиден. Ты какие-то другие машины, альтернативные, выбирал? Был кто-то, типа, либо та, либо та? Ну да, конечно, я выбирал как раз-таки Октавию, Камри и Мазду 6, либо новую Сонату. Но в каждой из них что-то не хватало и чего-то не доставляло удовольствия, скажем так. Ты состоишь в клубе, ты читаешь про машину, общаешься с другими владельцами. Какие-то нарекания по машине уже известны? Есть какие-то болячки? Может быть, где-то что-то скрипит, пищит? Ну, сейчас каких-то таких проблем больших нету. Просто самосборка хорошая, ничего не скрипит в салоне, ничего каких-то проблем нет. Друзья, подчеркиваю, машина абсолютно новая, пробег на ней 4000 километров. И сам по себе мотор, в принципе, новый, который ставится. То есть, каких-то прям нареканий на эту машину не найти. Опять же, с корейцами мы уже с вами все знакомы. Мы знаем прекрасно, что обычные версии берутся также по такси, проезжают по 200-300 тысяч километров. Здесь, как бы, к надежности корейцев придираться не стоит. Мы все про них прекрасно знаем, про все их болячки. Поэтому на этом мы останавливаться не будем. Пробегусь по вашим же комментариям, которые вы оставляли в Инстаграме канала, которые вы оставляли в сообществе YouTube. Там одним из вопросов было так, что ты студент, молодой парень, приезжаешь в институт, у тебя люди спрашивают, о чем ты приехал, Киосит. Вот расскажи, пожалуйста, как твои друзья, твоё реально близкое окружение, кто катается с тобой на машине, отреагировали на автомобиль? Ну, вначале, когда на этапе покупки они узнали то, что я хочу купить Киа, они такие отнеслись скептически и не понимали моей логики. А потом, когда увидели саму машину, сели за неё и посмотрели внешне, они тоже влюбились. Слушай, когда ты передвигаешься по городу, это реально редкая машина, то есть, ну, лично я прям вот такие просиды вот заряженные не встречал в городе, в потоке. Ты цепляешь взгляды, люди обращают внимание на автомобиль? Да, конечно, особенно на светофорах, на заправках, всё время. Там люди спрашивают, спрашивают, типа, это Киа, сколько лошадиных сил, сколько до сотни, всё время внимание цепляет к себе. Вот сколько до сотни ты, когда разгоняешь автомобиль, прогазовываешь, прожимаешь там педаль в пол, машина всегда хорошо цепляется или всё-таки она пробуксовывает? Ну, сейчас, когда погода хорошая, тем более лето, и цепляются хорошо, и нареканий таких нет. Какие минусы ты уже увидел по автомобилю? Я знаю, что ты отправлялся недавно в небольшое путешествие. Как тебя машина провела на дальней расстоянии? Самый большой минус этого автомобиля, это скорее шумоизоляция, её не хватает даже по городу, разгоняешься до сотни километров в час, уже слышно особенно арки, двери, очень плохая шумка, тем более на трассе всё очень громко. Друзья, с этим полностью соглашусь, потому что мы сели на автомобиль, поехали, разогнали свыше 60, но машина реально гудит. Как вот любая Kia подобная, шумоизоляции просто ноль. Самое, что обидное, делай, не делай, лучше особо не станет, потому что здесь проблема непосредственно с кузовом. Зачем ты купил себе нового корейца, самое главное, неликвидного корейца, когда можно было за эти деньги купить что-то из премиума? Можно было взять и BMW, тем более ты молодой парень, Москва, девчонки, отправляешься в университет, накинуть прошивочку, поменять выхлоп и быть самым классным парнем на районе? Ну, я хотел машину на гарантии, чтобы она была столько салона, так как у меня есть вот второй автомобиль, и я не гонюсь за брендами, просто хотелось машину для себя, а не для кого-то. Друзья, а вот здесь начинается интересный момент. Второй автомобиль. Слушай, вот давай я тебя подведу по-другому. А ты переживаешь вообще за ликвидность автомобиля? Вот люди пишут, да ты же потом ее когда будешь продавать на вторичке, ты же денег потеряешь. Твое мнение. Абсолютно не переживаю, так как уже ближе к продаже, я не знаю, сдам ее по трейд-ин и куплю себе какую-нибудь другую машину, и все. То есть, тебя этот вопрос просто-напросто не волнует? Не волнует меня это вопрос. Друзья, автомобиль с клиренсом 150 мм. У Мурата есть вторая машина, и сейчас вы будете удивлены, скажете, а, ну, все понятно. Мурат, расскажи, пожалуйста, какая у тебя вторая машина? Вторая машина, она же основная, это Lexus GX 460 2018 года. Сколько он стоил, когда ты его покупал? 5 млн. 5 млн. рублей. Вопросы есть? Вопросов нету. Стоп. Хорошо, купить машину, это еще, скажем так, полбеды. Машину нужно содержать. Что у нас по расходу реальному по городу? По городу в районе 9-9,5 литра. Трасса? Трасса 7 литров, 7,5 литра. Покупая машину, а сага сколько тебе обошлось? 7,5 литра. Каска на первый год, с учетом того, что ты молодой водитель? 75 тысяч. Ты узнавал, сколько стоит сделать межинтервальное ТОО, просто заменить масло, в силу того, что турбовый мотор, я так понимаю, за машиной ты будешь хорошо сидеть. И первое ТОО, какие-то цифры? Да, замена масла будет стоить в районе 6-7 тысяч, а первое ТОО будет стоить в районе 11-12 тысяч. Это цифры от официального дилера. Тебе что приглянулось по задней части? Есть какие-то элементы, которые... По задней части это особенная оптика и, конечно же, выхлоп. Приятно звучит? Да, достаточно. Смотри, он работает именно в спорт режиме, то есть в обычном ты едешь, он спокойно работает. Да, комфортно, никаких звуков лишних нет, а когда спорт нажимаешь, сразу ощущается. Как часто ты включаешь спорт? Со светофором. Вопрос. Смотри, Lexus 5 миллионов рублей раз, вот это вот 2 миллиона рублей два. Сложить вместе, 7, окей, продал одно, второе, потерял, ну, условно это будет 5-6 миллионов рублей. За эти деньги ты можешь купить себе сегодня свежий BMW X5 с 3-х литровым мотором дизельным. Крутая тачка и понтовая, и высокая, и едет хорошо, и комфортная. Audi Q7 можно купить, Mercedes можно купить. Блин, Мурат, ну много чего можно купить. Почему вот такой странный выбор, что и Lexus, и в тот же момент седанчик, ну, вот такого плана. Ну, в то время, когда я покупал Lexus, мне нужен был надежный и, не знаю, практичный автомобиль, который не будет ломаться, который просто будет выполнять свою работу, и все. Мне не нужны были понты, ничего не нужно было, просто нужно было сесть, доехать, довезти, и все. А в тот момент, когда я покупал эту машину, захотелось просто красивую, современную, чтобы до учебы доехать, и все. Ну, хорошо, ты покатался, уже владеешь автомобилем, ну, не так много, но, тем не менее, ты ему уже владеешь. Вот сейчас нет мысли, допустим, скинуть обе машины, купить одну, но какого-нибудь немца? Нет, нет такого. По общей такому соотношению, понятное дело, оно будет, может, не совсем объективное, потому что ты владелец этой машины, нравится. В целом, вот, спустя некоторое время, оценку автомобиля общую, и за дизайн, и за надежность, и за красоту, и за нафаршированность, вот по пятибалльной шкале общая оценка какая, на твой взгляд? Три. Три? Да. Ну, это прям низко. Зато правдиво. В общем, друзья, говорить можно бесконечно. Покупка нового автомобиля, выбор каждого. Поэтому человеку понравилось, захотел, катается, наслаждается. Он машину купил, не на наши с вами деньги. Мы с вами отправляемся на тест-драйв. Конечно же, мы будем его съезжать в режиме спорт. Вот, когда на холостых прогазовываешь, не то, а когда ходом едешь, то есть машинка действительно начинает так басисто попёрдывать. Ну, давайте отправимся с вами в движение. Что нравится по тачке в реале? Руль. Ну, действительно, прям очень комфортный руль. Чувствуется то, что совсем здесь по-другому настроена подвеска, потому что машина прям жёстче. Как едет универсальчик KIA, я себе прекрасно представляю. Вот эта машина гораздо лучше стоит на дороге. Она жёстче, и ты прям ощущаешь её, когда начинаешь разгоняться, перестраиваться. У нас есть подрулевые лепестки. Ими, как правило, я не пользуюсь, потому что у нас здесь возможность такой нет. Мы сейчас только разгонимся, упрёмся в поток. Нам бы хотя бы вообще иметь возможность сейчас газку дать. Вот в чём минус потока по городу, да, передвижения. Машина до хрена. О-ка, давай. Опа. Пошла, давай. Тормоза, в принципе, хорошие, так для города схватывают. Понятное дело, что здесь они не совсем простые, как я сказал. То есть какие-то тут изменения по ним есть. Ну, вот в целом... Вот, смотрите, сейчас мы будем с вами... Пошёл, пошёл, пошёл. Вот эта камера на 40. Представляете, ты по городу едешь, вроде прямой участок, но рядом дома, всё понятно. То есть разогнаться особо нельзя. О, полетела. Полетела, да? Слушай, до 100 набирает, в принципе, так бодренько, но, опять же, нету шумоизоляции полной. То есть газку даёшь, вот она в спорте постоянно держит оборот, а в спорте хочется прокатиться, потому что именно тут начинает работать выхлоп. Обороты держат, шум мотора слышно. То есть, знаешь, получается такой некий дискомфорт. Эта машина идеально подходила бы там, где нету пробок, где нет такого трафика. Либо же, например, ты вечером, ночью, условно, в 12 вышел с работы в Москве и поехал домой. Вот тогда ты получишь какое-то удовольствие, у тебя будет возможность разогнаться. Когда вы переходите в режим спорт, помимо того, что меняется звук выхлопной системы, так ещё и меняется рулевое управление. То есть оно становится более наливным. Это, по крайней мере, по описанию автомобиля. Так вот, в целом, даже когда в обычном режиме мы ехали, руль такой не совсем-то ушевалки. То есть машину, ну, действительно, ты чувствуешь. Жесткость, подчёркиваю, здесь прям очень сильно ощущается. В обычной версии, в штатной, гораздо мягче машина, подчёркиваю, опять же, у нас хорошая резина. Мишлен стоит, то есть она сама по себе мягенькая резинка. Но тачка подбивает тебя. Вот эти ходят своих 7,5 секунд до 100, вот, 265 крутящего. Это мало, друзья, но это мало. Но в целом, вот, выжимать из неё, скажем так, все соки, ну, это возможно. С кем можно посоревноваться на этой машине? Ну, вот рядом поставить можно, кого сейчас, новую, Toyota Camry 3,5. Пожалуйста. Там вообще разгон заявленный в 8 секунд. До 100 в городе, будем хорошенечко с ней тягаться. Octavio 1,8. Там тоже плюс-минус разгона такие, то есть, ну, можно будет потягаться с машиной. Кого-то поставить из немцев с моторчиком 2 литра, там, на чипе, это всё, всё сразу забудь. Даже об этом не оговаривается. Исключительно какая-то штатная версия. Вот мою BMW 5 поставить на заднем приводе, но у меня машина гораздо тяжелее. А паспорт у меня на 7,9. Теоретически, вот эта машина до 100 меня должна обогнать. Если он зацепится. И вот в чем минус корейцев? То, что ты постоянно вспоминаешь кого-то другого. Ну, вот смотрите, руль. Вот мы едем сейчас с владельцем, общаемся. Говорю, блин, руль реально прикольный. Он приятный тактильными ощущениями. Он скошен. Он да-да-да. И мы как бы приходим к мнению, что как на Audi. Бывает, друзья, вот как на Audi. Здесь вот эта часть, да, вставка, она бывает подобная, где мы видели, на Мерседесах. Некоторые вещи, да, по эргономике, просто по интерьеру салона тоже пересекаются там с Audi, с Мерседесом. Что-то может найти там с BMW общее. Ну, плюс-минус. То есть, какие-то пересечения есть. То есть, чего-то прям своего такого, что, но это чисто Kia. Есть такое, по внешнему виду. Когда бывает смотришь на тачку, Kia. Выливаться в поток. Ну, вот смотрите, вместе с вами мы сейчас потихонечку. На Rapid 1,6 это была бы целая история. А здесь ты прям, оп, пошел, давай. На кайфах, ну, реально, на кайфах просто ты залетаешь. Вот ты едешь, а я, знаешь, я себе представляю, как будто я на Audi Allroad просто у меня аудюшка, реально, полный привод, все, я иду, оп, я пошел. Давай. Просто мы прем, вот реально аудюшка у нас. Отдормаживаемся. Ну, в городе, в принципе, вот, смотрите, тормоза, опять же, мы уже так и на улице тепло примерно 30 градусов. Нихера себе тепло на улице 30 градусов. Но вот в этом плане, ребята, есть в ней драйв. Вот серьезно, мне вообще фиолетово. Будете его ее покупать? Не будет, я знаю, что 99% скажут, да-да, но нет, никто ее не купит. 1% там ее купят, вот, чтобы прям вот заболеет машина как человек. Но в целом, вот миллион 600, миллион 700, как ему предлагали ее до вируса, это реально хорошая цена для этой машины. То есть, то, что она тебе дарит по эмоциям, по просторности, плюс-минус, ну, вполне достойный автомобиль. В любом случае, выводы делать вам. Ах, она прет, а! Вот таким получается у нас этот тест-драйв. Сегодня эта машина официально стоит 2 миллиона 85 тысяч рублей. Человек ее покупает за 1 миллион 850 тысяч рублей, и он не думает о том, что она не ликвидная, она там потеряет деньги на вторички. Он катается на ней, получает от нее удовольствие. Да, есть элементы, которые ему не нравятся, как это бывает абсолютно в любом автомобиле, за эти деньги. Добавить что-то про этот автомобиль, ну, мне нечего. Это имиджевая тачка, соответственно, далеко не каждый из нас захочет отдать за нее на сегодня, ну, как минимум, 2 миллиона рублей. Поэтому пишите ваши альтернативы, что вы купили бы за эти деньги, подчеркиваю, из новых автомобилей. Вторичку он не рассматривал. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Все полезные ссылочки остаются в описании, в том числе инстаграм-владельце автомобиля. Вдруг у вас будут к нему вопросы, пишите, он вам на них лично ответит. У меня сегодня все, но это еще не конец, потому что дальше будет больше новых роликов. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok